Отпускники возвращаются. Эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшается. На сегодняшний день, по данным профильного ведомства, в регионе ковидом болеют более 250 человек. 59 из них получают лечение в стационаре. Семеро пациентов находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции на его территории вводит дополнительные меры контроля за пребывающими в Ненецкий округ из-за его пределов. Телеканал «Север» провел брифинг для представителей региональных СМИ. На вопросы журналистов отвечали заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Андрей Блащинский и руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Елена Левина. Третья волна коронавируса по сравнению с предыдущими показала себя более агрессивной по отношению к больным. Если ранее симптомы COVID-19 выявлялись через две недели после заражения, то сейчас уже через 2-3 дня фиксируется поражение легких. Заболевание у пациентов протекает в более тяжелой форме. Те пациенты, которые находятся в стационаре, у нас 61% сегодня, это средне-тяжелые пациенты. Чего раньше у нас не наблюдалось такого. У нас ранее было 20, максимум 30 средне-тяжелых пациентов. Сейчас вот их количество увеличилось в два раза. В округе фиксируется большое количество привозных случаев COVID-19. Отпускники привозят инфекцию с собой отовсюду. Из Сочи, Анапы, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Крыма и Абхазии. И каждый заболевший, подтвержденный пациент с COVID-19, он за собой в итоге к нам приводит в поликлиники и стационары от 6 до 8 человек. А из этих 6-8 бывают люди с очень ослабленным иммунитетом, и это заканчивается летально. Поэтому я бы попросил жителей все-таки задуматься о том, что нужно либо прививаться, либо как-то ограничиваться в общении и принимать меры социальной дистанции и изоляции. С 21 июля в Ненецком округе откроются посты эпидконтроля в четырех аэропортах региона. В Наринмаре, Неси, Оми и Пеши, а также на причалах Барж. Соответствующее решение было принято накануне на заседании оперативного штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции. Меры направлены на то, чтобы защитить жителей от случаев завозного ковида. Повторюсь, что эта мера направлена на защиту населения Ненецкого автономного округа от завозной инфекции. С той инфекцией, которая распространяется внутри округа, мы прекрасно справляемся, у нас здесь проблем нет. У нас есть прогнозы, у нас есть программа реализации, программа лечения жителей, которые болеют. А вот люди, которые приезжают к нам, мы не можем прогнозировать, сколько человек из них приедут с коронавирусной инфекцией. Отметим, что населенные пункты округа НЕС, Пеша и ОМА попали в список контрольных пунктов только потому, что у них существует прямое авиасообщение с Архангельска. На пунктах прибытия в регион житель округа или его гость должен предоставить один из трех документов. Это либо тест о отсутствии коронавирусного инфекции, тест ПЦР, либо сертификат о законченной вакцинации, либо сертификат о том, что человек в течение полугода перенес новую коронавирусную инфекцию. То есть три документа на выбор. Либо то, либо другое, либо третье. Предъявляемые в пунктах прибытия документы будут проверяться на соответствие их подлинности. Потому что и в нашей стране, и в Ненецком автономном округе есть случаи, когда предоставляются справки поддельные. Не ошибочно, а именно поддельные. Тем, кто прибывает в округ без подтверждающих документов, Роспотребнадзор выпишет предписание. Но они должны будут пройти двухнедельный карантин. Также можно будет сдать ПЦР-тест непосредственно в пункты прибытия. Его стоимость 1400 рублей. Он может пройти ПЦР-тестирование в местах осуществления контроля за распространением коронавирусной инфекции. В течение одного дня он получает ответ. Если ответ отрицательный, то у него полная свобода действий. Если ответ положительный, то гражданин будет поставлен на учет в Роспотребнадзоре. И, соответственно, получит все медицинские назначения для прохождения курса лечения. Но вот будут ли оплачиваться окружными работодателями платные тесты для своих сотрудников? Ну и все-таки хочется сказать, что все-таки это прежде всего социальная ответственность каждого из нас. Но, конечно же, по поручению губернатора мы где-то индивидуально, где-то, что называется, массово отрабатываемые вопросы. Либо возмещение этих затрат, либо просто оплаты. И бюджетникам тоже. Да, в том числе. Нужно ли сдавать тесты детям, возвращающимся в округ, из какого возраста, в регионе пока не решили. В Минздраве не существует рекомендации на этот счет. Но все мы понимаем, что перед началом нового учебного года в округ начнут массово возвращаться школьники, которые сразу же попадут в большие коллективы сверстников. И не только. Считается, что дети болеют бессимптомно, но они являются носителями инфекции и с легкостью могут передать вирус старшим.